Привет подписчики, привет случайные зрители! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот беретта. Это не просто беретта, скажу я вам. Это пневматический пистолет, обладающий функцией blowback. А функция blowback делает стрельбу из пневмата динамичной и зрелищной. Поэтому мы поспешим насладиться, чтобы успеть в полной мере отобразить все красоты и прелести этого образца. Вот, ну и по максимуму насладимся. Потому что спонсором этого видео является мой товарищ с работы Антон. Итак, немножечко смотрим на образец. Вот такой красавчик. Беретта легендарное оружие. Легендарный пистолет, который заслужил себе всемирную славу, так сказать. Ну, а КВЦ неплохая фирма, которая выпускает стволы хоть бюджетные, но надежные и точные. Вот мне еще нравится, что затворная задержка реализована. И всяких есть много примочек, которые в принципе детально скопированы, перенесены с реального пистолета. В общем, пистолет стоит ни много ни мало. Долларов так 120-130. Поэтому, на ваш взгляд, стоит ли он этих денег? Но, по части эмоций и восторга, на первых порах, я думаю, да. В комплекте к нему, в общем, кроме вот этого ключа, а также инструкции, коробка с инструкцией, в принципе, ничего такого и не шло. Показывать мне нечего. Но на данный момент мы будем снабжать магазин. Выкидывается он вот этой вот кнопочкой. Магазин, кстати, увесистый. Довольно-таки тяжелее, наверное, чем металлический. Это какой-то сплавный. Так, значит, что мы здесь можем сделать? Я так понимаю, что вот эта вот заглушка под шестигранник выкручивается. Вставляется баллон внутрь. И сверху эта заглушка, упор, так сказать, накручивается. И вкрутивши ее, вкрутивши ее, мы подтягиваем это дело шестигранником. Вообще усилий никаких не нужно. Все точно, все точно проверено, не шипит. Так. Снабжаем магазин. Влазит в магазин этих маслят, по-моему, 18 или 19 штук. Снабжаем пистолет магазином. Так, смотрим на предохранитель флажкового типа и переводчик огня. Вот это предохранитель при опущенном курке. То есть при взведенном курке это предохранитель. Это переключатель. Переводчик стрельбы в полуавтоматический режим. А это особый кайф. Переводчик стрельбы в автоматический режим. Функция блоу-бэка выглядит приблизительно вот так. Зрелищно. Что тут скажешь? Так. А вот так выглядит функция блоу-бэк в автоматическом темпе стрельбы. Поднимаем флажок. Опускаем, вернее, его вот сюда. И поехало. Смотрю, с 10 метров у него не очень получается бить бутылки. Попробуем спать. Не, бьет. Спать и бьет, если попадать. Так. Так. Первый баллон приказал долго жить. Я даже не успел ничего и понять. Так. Что мы делаем? Мы сейчас стреляем в автоматическом режиме. По бутылкам где-то метров с 5-6. Потому что с 10 что-то он не очень. Очки мы надели и поехали. Очки мы надели и поехали. Ага, стал на затворную задержку. Ну, с 5 бутылки, в принципе, лупит. Очередями. Сейчас мы еще раз подкинем пулек в магазин. Посмотрим. Круто. 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 Что я вам скажу, дамы? Господа, этот пистолет обладает несомненными преимуществами в части развлекательной стрельбы, это и blowback, это и постановка на задержку, это и автоматический темп стрельбы, но наряду с этим всем это прожора, он очень прожорливый, я только что убил 3 баллона и не успел насладиться как бы, то есть это что, по 5-10 баллонов надо брать, чтобы только пострелять. Лично, на мое мнение. Во-вторых, мне так кажется, он достаточно нежный в эксплуатации, очень чуткий и требовательный, не дай бог где-то там что-то хапануть, цепануть, какой-нибудь грязючки или еще чего и все, ему вафля. В остальном же он тяжелый, у него по-моему вес 1,1, то есть это такой, знаете ли, габарит. Он в принципе внешне эстетически элегантный, красивый, оригинальный. Но, да, 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 но нет, пожалуй нет. Лично, как по мне. Для коллекционера и для любителя просто поразвлекаться, да, ну, с димой сильно не потренируешься. То есть это не для тренировки, это для развлекухи. Так что, стреляйте, кайфуйте. Увидимся в следующих роликах. Увидимся в следующих роликах.